К этому не должно быть места. Хотя мы понимаем, что их что-то к этому провоцировало. Найти такие способы, которые бы минимизировали негативные последствия, которые произошли. У меня есть абсолютно все справки, материалы, потому что практически с утра субботы до этой минуты буквально я только что провел такое очередное вещание, встречу с правоохранителями, органами. Присутствовал генеральный прокурор, который сегодня создал несколько рабочих групп, где проводятся следственные действия, где идентифицируются все участники вот этих протестных акций, которые были и с пятницы на субботу, ну и вот воскресенье, то есть вчера. У меня есть вся информация по пострадавшим. Сегодня нам уже известно, кто, насколько пострадал. Медицина выполняет свою задачу, а следователи выполняют свою задачу. Цель стоит, как можно быстрее нашему обществу дать эту информацию. Кто в чем виноват. И, естественно, меры, которые должны быть приняты. Там, где были нарушены законы, значит, должны быть виновны и не должны быть наказаны. Вот это моя позиция. Пане Президенте, Вы говорили про закон, про силу закону. Всправді, мы знаем, что очень много правопорушений стало за последние дни. И милицию, в частности, извините, о перевищении службовых повноважений. Чи могли бы вы дать свою оценку диям солдовиков? Вот есть две стороны медали. С одной стороны, когда извинятывают правоохранные органы, органы в том, что они выполняют свои службовые обязательства, нам надо подивиться, как это делается в мире. В любой стране, в найдемократичней стране, закон защищает правоохранителей, людей, которых в погонах. И они, безусловно, несут ответственность перед суспільством, чтобы в государстве, как мы говорим, был порядок. И выполнялись законы. Это первое. Поэтому мы зацикавлены, чтобы мы жили в стране, в которой каждая людина защищена, и чтобы правоохранительные органы качественно выполняли свои функции. В том числе и в таких случаях. Но, безусловно, когда возникают питания перевищения повноважений, когда возникают питания занадтости жестокости при выполнении этих повноважений, тут есть питания и закону, и службовых обязательств, и повноважений. Треба делать висновки. И мы обязаны так же цему дать оценку. Но я еще раз хочу сказать, что випадки, за эти дни, как говорят, вистачить набагато наперед, чтобы мы могли сделать висновки, что эмоции и радикализация – это всегда очень плохое. Это несет колоссальный негатив. И в нашей внутренней политике, нашего внутреннего состояния в нашей стране, и, безусловно, в внешней политике. Безусловно. Потому что Украина обязана працювать на свой рейтинг, который также указан в основу конкурентоспроможности нашей страны. Это обличчя нашей страны, и мы хотели бы, чтобы оно было привабливым, чтобы наши партнеры в мире до нас с повагой относились. Поэтому мы за то, чтобы в нашей стране был порядок. Безусловно, чтобы права наших граждан были защищены. Я провел сейчас великую нараду также регулировать этих конфликтов, которые у нас возникли в стране. Я переверил, как сегодня працюють сегодня, керевники разных направлений, следователи. И я уверен, что эта работа иду очень активно. Очень активно. И я хочу верить в то, что мы подъедем справедливо, мы будем смотреть правде в очи, дамо справедливые оценки и принимаем соответствующие решения. И если касается винных, безусловно, делать винными никто не имеет права, людей без суду. Тут должен быть суд. Суд. Слечки должны правильно расследовать. Адвокаты, хай защищают всех, кто, как говорят, в этой ситуации порушил законы. Поэтому я не маю сегодня права давать оценку, кто винный, насколько винный в этих всех подиях. И с боку правоохранительных органов, и с боку ментугиевальников, которые захопили сегодня помещения, КМНДА, как это было делать, киевскую администрацию захопливать, прикрывать с детьми. У меня такое, знаете, очень, как говорят, неприятное ощущение. Я смотрел, я помню, художный фильм, когда детей и стариков ставили попереду для защиту нападников, а потом шли нападники. Помните, да? Мне это очень не понравится. Я против этого, чтобы мы использовали детей, использовали такие средства. Безусловно, все, кто провокации, сегодня каже оппозиция, что было очень много провокаций. Их требует всех выявить. Кто это были? Если они провокировали, если они были правоохранительными, они также должны быть покарены. И тут уже справа и правоохранительной и оппозиции объединиться для того, чтобы установить правильные решения. Но я на этом не хотел бы завершить нашу с вами встречу. я хотел бы по-перше и вам сказать и вернуться к наших граждан, которые стоят и говорят по двой стороне этих барикад. Мы с вами прожили непростой период шляху, период времени. Мы прошли годы испытания наше суспільство. И я за то, чтобы мы всегда делали из этого висновки соответствующие. Я за то, чтобы мы стали мудрее. Я за то, чтобы в нашей стране не было незахищенных людей, чтобы всех захищали и закон, и государство. И чтобы мы с вами всегда смотрели в наше спильное майбутнє разом. А за наше майбутнє мы должны не просто думать, мы должны много и много работать. Не бить себя. Бить себя ничего нам не даст. У нас повинно объединивать майбутнє наших детей, наших внуков. Тому я прошу всех, как говорят политиков, не поспешайте. Они все еще молодые, все еще вперед. Придут выборы, люди призначатся, кого выберут, так и будет. Так всегда было и так должно быть. А сегодня нам нужно спольно защищать наши национальные интересы. Працювать на людей. Если мы прагнем до европейских стандартов, мы должны все делать только в рамках закону. Это принципы демократии. я желаю нам мира и добра и объединения. И хай Господь Бог нам помогает. демократии демократии президенте демократии демократии господь